Вы когда произнесли фамилию Трамп, я подумал, Хакамада, будучи американской гражданкой, если бы вы были американской гражданкой и участвовали в последних выборах. Вот если никто не запомнит, если тот, кто сейчас смотрит, никто не запомнит, скажите громче и четко. Если бы вы это артикулировали достаточно четко. Не-не-не, повторите. Хорошо, за кого бы голосовала Хакамада во время последней гонки американской? За Трампа или за Клинтон? За Трампа. За Трампа? А ваши все за Клинтон, по-моему, переживали. У меня нет ваших, я сама по себе всегда. То, что у него репутация, буквально чуть не вырвалось, что я сказал бы, что он сексист, у него репутация сексиста, вас это не смущает? Меня не интересует, когда избираюсь в президенты, все разговоры вокруг его высказываний. Я не люблю выхватывание цитат. Мне интересна ситуация, когда такую Америку может что-то потрясти, и вдруг что-то произойти неожиданно, и вдруг в этот эстемблишмент вырывается человек, который вообще к нему не имел отношения. Там, в отличие от России, политический класс и класс бизнесменов существуют отдельно. Это у нас все вместе замешалось так, что мы распутать не можем. Поэтому это, я понимала, амфантори были для политического эстеблишмента. И мне стало интересно. Если я жила внутри страны, я бы тоже попробовала. Потому что Америка тоже встала в какой-то застой бесконечный. И при Трампе их трясет, но это интересный эксперимент. А там страна готова? Я вам скажу честно, для России тоже пора что-то как-то... Пора что? Ну, как-то встрястись вообще наверху, там совсем уже заснули все. Их Путин иногда потряхивает, но это уже как шум, все привыкли. Но при этом мы ведь с вами понимаем, что нынешняя власть – это власть либералов. Что Путин либеральный президент. Кто вам сказал? Вы опять начинаете. Рынок, либерализм, Путин. Теперь здесь вы... Рынок – это одна история. Он может быть на принципах либеральных, может быть на принципах нелиберальных, как в Латинской Америке или в Сингапуре. То есть это все разные понятия. Указывают понятия и свои истории. Я понимаю, что вы журналисты, поэтому вы ничего не знаете, вы кидаетесь по верхам. Конечно, конечно. Но тогда давайте мастер-класс, сейчас будем лекцию на полтора часа читать. Про мастер-класс мы обязательно поговорим во второй части буквально через 5 минут. Потому что либерализм отличается от нелиберальной модели в области строительства государства тем, что государство полностью зависит от других независимых институтов. То есть суды независимые могут снести кого угодно, под суд отдать кого угодно и слушание устроить вплоть до президента. То есть если президент переходит улицу на красный свет или не платит налогов, в либеральном государстве его сажают так же, как и другие государства. СМИ независимы, их много, они конкурируют. Они могут быть предвзятыми, но они настолько все разные, и друг с другом бьются, что в результате появляется какая-то объективная информация. Все ветви власти абсолютно независимы. Если это парламентская либеральная модель, тогда та партия, которая победила, она и ставит своего премьер-министра. Если это президентская страна, тогда партия победила, а президент избирается параллельно. И у них могут быть противоречия, как сегодня у Трампа. Их много этих разновидностей, все придумали в свое время греки. Быть может, в так называемом человеческом материале существует такой тезис, что носители русскоязычного менталитета просто не готовы к описанным вами моделями, что нам обязательно нужен отец, царь, бождь. В одном американском фильме была одна фраза гениальная. Разведчик ЦРУ уговаривает свою бывшую возлюбленную, уже взрослую, а не взрослые люди. Она говорит, ну зачем ты участвуешь в политике, мы хотим помирить всех в Израиле, чтобы как-то они с Палестины жили мирно, не убивали друг друга и так далее. И она отвечает, говорит, тысячи веков назад еврейский народ договорился с Богом, что все святыни будут храниться в Иерусалиме, это наши святыни. Мы с Богом договорились, мы избраны на нас. И поэтому мы не имеем права не идти по этому пути. Видите, как много чего звучит в истории, которая потом работает тысячами лет, и люди убивают друг друга. Есть такая идея, на самом деле любой еврей вам это расскажет. Это нормально, мне даже нравится эта штука, потому что это такой выход интеллектуальный, интересный. Вот все остальные должны просто молиться Богу, а мы единственный народ, который можем с ним разгоманивать и находить общие точки зрения. Мы первую часть закончим, а вторую про политику. Я постараюсь, в этом случае, не говорить. Если вдруг случайно на эту тему вырули, то это будет обоюдная вина. Окей, первый раунд закончился, и в Занере бокса. Какой же это раунд? Поняла.